Моя история началась в 1994 году. Я родился в городе Ноябрьск. Моя мама уверовала, пришла к Богу где-то в 90-х годах. Хотя на самом деле у нее такое непростое тоже было время. Они с папой в клубе познакомились. У меня папа был диджеем. Мама тусила, такая тусовщица была. И потом они приехали из Тюмени в город Ноябрьск, такой небольшой городишко. И там вот только начиналась церковь, церковь «Слово жизни». И моя мама уверовала. И с детства водила меня и моих братьев. Я из многодетной семьи. Нас тогда трое было, а сейчас нас уже четверо. Водила нас в церковь. Это было так, ну как бы, что кто хочет, тот идет. И мы ходили с мамой, как-то там классно так было. И вот я ходил и учился в центральной школе, вот в центре города. Город разрастался очень сильно. К нам со всей России приезжали все, какие только есть, национальности нашей страны на работу, на заработки. Потому что там нефть, газ. И все думали, сейчас будем зарабатывать. И мне было тяжело очень учиться в центральной такой городской школе, потому что очень сильная программа была. И мои родители отправили меня, ну как-то так перевели меня в школу, которая была на окраине города. И у меня в классе были, то есть я был сначала в школе, где все русские ребята были, а потом я стал учиться в школе, где все нерусские ребята, то есть разных национальностей. И наоборот, русских практически парней не было. То есть там два-три парня. И мы так хорошо учились, все супер. Но за счет того, что очень много национальностей в школе было, постоянно были всякие разборки после школы, драки. Я видел, как дерутся не только мальчики, но и девочки бились у нас. Я был всегда таким парнем, который любит посмотреть все. Я старался везде, там во все разборки. И шел, не знаю, чем меня где-то даже выгоняли. Типа, тебе еще, ты еще маленький. Ну там мне пятый, шестой класс, когда там постарше, там были там междушкольные разборки, когда с одной школы парни приходили к нашей школе. И там наши парни, там такие драки были интересные. И мы ходили, смотрели, в общем. Потом это все перешло в наш класс. У нас началось подобное. Прямо время урока избивали кого-то. Плава такое даже доходило. Ну как-то учителя, преподаватели легко относились. Ну в плане, что это мальчики, не поделили. Но тем не менее, вот это насилие постоянно было. И я потом со своими одноклассниками начал ходить на пауэрлифтинг. Это такой вид спорта. И он тоже был на окраине города. Так и там тоже собирались разные ребята. Ну и вот там был один парень, который был связан, скажем так, ну у нас как-то это не называлось криминал. Это в порядке вещей как бы. Ну то есть если парень забирает у других парней телефон и там забирает деньги, ну значит он крутой как бы. И никто не ходил, не жаловался там на него родителям, еще что-то. Но как-то у нас какой-то свой мир был. И это тяжело было понять. То есть было некрасиво идти рассказывать кому-то. Если, ну как бы ты должен уметь сам за себя постоять. Если ты не можешь, ну значит ты вот такой никчемный. И вот связался там с этим парнем. У него такое имя было. Настоящего имя я не знал. У него фанатов все его называли. Вот такое второе имя. Там много у кого было второе имя такое. И что-то мы так начали общаться. А я был из хорошей, обеспеченной семьи. И у меня там буквально в шестом классе появился очень дорогой телефон. И как-то в разделавке я ему сказал, что вот мне там родители подарили. Ну и как-то рассказывал просто, как мы хорошо живем. Ну то есть без какой-либо... То есть я не хотел ему что-то показать, доказать. А он был из очень необеспеченной семьи. И ему уже... То есть если мне было где-то 15-16 лет, наверное даже 15 где-то, то ему уже где-то 18-20 было. И вот мы с ним общались. И он понял, что я из семьи многодетной, обеспеченной. И он как-то начал давить на меня в каких-то вопросах. Увидел, что я открыт очень к общению. И вот у нас такие были ребята. И он был в том числе один из них, которые психологически могли надавить, скажем так, и обосновать это, ну скажем так, по мужским понятиям. И он был, ну не прав, как я потом, конечно, я понял. Но мне казалось, он прав. И он говорит, ну как бы, Сава, у тебя есть там неправильные ошибки, ты как бы должен справиться, скажем так. И ты должен помочь. Ну то есть либо ты мне можешь свой телефон отдать, вот этот новый, либо ты должен у кого-то забрать, вот. Ну и он начал меня там толкать к тому, чтобы я у кого-то забрал. Вот. А он общался с такими ребятами там 18-20 лет, но у них уже там были оружия, я знал, как бы они там всякими тоже разборками занимались постоянно там. Ну я уже слышал на тот момент, тогда такая история была, сейчас не знаю как, что даже в кредит оформляли других ребят, которым 18 лет уже есть. Вот. И давили очень сильно, то есть они этим только и занимались. И помогали там ребятам, которые уже сидят где-то, вот. И как бы надо помогать своим ребятам. Вот. И давили так на меня. И я так как-то повез на все это. И как-то даже подошел к сыну, к пастора, к Давиду. Мы с ним дружили. Я говорю, Давид, спеши, мне нужна помощь. Я буду телефон забирать, мне нужно, чтобы ты на стрелке постоял. И он так посмеялся, говорит, Слава, говорит, не, я не пойду, я тебе не могу помочь. Я не знаю почему. Я говорю, я к Давиду подошел, но это было весело. Я так вспоминаю. Вот. И я все тянул, тянул. И они мне говорят, слушай, ну все уже, давай два-три дня и все, и решаем. Ну, то есть, покажи. Вот. И я... У меня не было друзей сильных такого возраста, к которому я мог бы обратиться. Вот. И слава богу, что у меня было друзей, потому что там все решалось силой. Вот. Потому что если бы у меня были друзья, я бы кого-то, конечно, попросил о помощи. Но к родителям я не шел, потому что все, то есть, вот в той среде, где я жил, все считали, что те, кто стучат родителям в полицию, это самые, их называли красными такими, ребята, которые неправильные, в общем. Вот. И как бы они изгои такие даже в обществе, в нашем были. И я не знал, что делать, и пришел в церковь на молодежное собрание, это в пятницу было. И у меня такая идея просто родилась, подойти к молодежному пастору, с ним поговорить. И хотя это было как-то так нелепо, но как-то я думал, что, возможно, он что-то сможет мудрое сказать как-то. Он все-таки пастор. Вот. И я подошел к нему, говорю, вот Максим, так и так. У меня вот такая история. А рядом стоял еще один брат, тоже такого постарше возраста. И Максим, Максим тоже постарше был. Этот парень приехал из Пятигорска, из Кавказа. И такой, он верующий, все. Но он когда услышал эту историю, говорит, слушай, сейчас мы наших ребят всех в церковь соберем, поедем за тебя разбираться. Вот. Ну, мне приятно, конечно, было. Вот. И Максим мне сказал, Савва, давай помолимся. Вот. Он говорит, я не знаю, чем помочь. Сила, это, ну, не решается. Мы верим в Бога. Вот. И как бы написано в Библии, что Бог говорит, испытуйте меня, испытайте. Вот. Что увидите, какой я великий. Я думаю, вау, круто. Если реально Бог мне поможет, я точно теперь буду знать, что Он есть. Потому что до этого мое хождение в церковь, оно было таким просто потусить. С ребятами, с подростками. Мы там во время богослужения в конце зала сидели, в телефонах, там что-то передавали, какие-то игры. И не было у меня личной такой встречи на тот момент с Богом. И это как... Я как раз подошел к той черте, что нужно решать вообще, ходить в церковь, не ходить, есть Бог или нет его. И мы помолились с Максом, и у меня просто такая идея пришла, когда я выходил из здания церкви, что нам по пути с одним братом из церкви, его Фархот звали, он из Таджикистана приехал на заработки, такой низенький, ремонты делает. А я как раз с теми ребятами назначил встречу. И я думал так, что я им ничего не отдам, и будь что будет, не знаю. И я Фархоту сказал, говорю, Фархот, мне сейчас нужно в один дом зайти, пообщаться с ребятами, ты в стороне стой, что бы ни было. Вообще, ты просто со мной по пути шел, скажем так. Ну и вот я так сказал, он говорит, да, без проблем. А он еще ниже меня роста, ну как бы такой, ну постарше был. Но я вообще не рассчитывал на Фархоты, что-то. Мы помолились, мы пришли к парню, там Мурад жил такой, к Мураду пришли, и там кто-то из родственников вышел, говорит, а его нет дома, и фанатов тоже нет. Ну мы такие постояли, ну ладно, и ушли. Проходит сутки, и мне звонит там Мурад, говорит, Сава, с кем ты приходил, что за нерусский. Вот я говорю, да, это Фархот там, знакомый мой. Вот. И как бы вот этот парень, Мурад, говорит, слушай, вообще, ну что происходит, вообще, кого ты хочешь подключить? Я говорю, никого не подхочу, просто поговорить хотел, сказать, что я ничего не буду делать и отдавать не буду. Он говорит, ну ладно, говорит, ну это вы сами там с фанатом решите. Вот. И вот фанат вообще пропал, и потом я выяснил от одного знакомого, который с ним общался, что они с кем-то, с другими, с другой какой-то группировкой, скажем так, что-то не поделили. Его очень сильно искали, и он начал скрываться вообще. То есть он перестал жить дома, и начал скрываться где-то в городе. И потом, спустя время, он вышел на связь, позвонил мне, и просто так, это как мольба о помощи была такая, чтобы я ему принес DVD-диски какие-то там на одну из квартир, где он скрывался, потому что он не мог выйти на улицу, и чтобы его никто-то увидел. Ну и мы с ним вот один раз пересеклись, и он вообще ни слова мне не сказал насчет всей той истории, как будто забыл ее. И с тех пор я просто увидел, что Бог, он слышит, Бог, он помогает, и важно просто помолиться в простоте, в простоте сердца. Если сил нету у тебя лично, ты можешь прийти в церковь к пастору, и с пастору рассказать, и вы вместе помолитесь. И это будет, сто процентов будет какое-то решение. И потом, уже когда я осознал, что Бог есть, я стал ходить в церковь осознанно. И потом у меня еще был ряд чудес, таких подтверждений, и одно из самых ярких, это было в университете, когда я уже в 2012 году переехал в Санкт-Петербург учиться в университет. И там был очень сложный предмет, если не ошибаюсь, микроэкономика. И там было 54 билета, вот я как сейчас помню. И я готовился несколько дней, и за сутки, то есть вот вечером, следующее утро сдачи экзамена, я понимаю, что я не готов. То есть я учил, я пытался, но у меня ничего не получается, потому что настолько тяжело мне дается это. И я был в комнате с тремя еще ребятами, то есть там вчетвером такая небольшая комната, общежитие, а я в общежитии жил. Вот, и я вот так про себя как-то помолился, вот, что верю, что Бог может помочь. И мне такая идея пришла, выбрать самый легкий билет. Вот, я там седьмой, по-моему, если не ошибаюсь, или восьмой. И я выбрал билет и говорю, вот, Господь, если есть Твоя воля, чтобы я сдал этот экзамен, пусть этот билет выпадет у меня завтра. И все, я начал готовиться только к одному билету. Я его вызубрил, и я у Бога не просил пятерки. Я говорю, Господь, дай мне хотя бы четверку. И я его учил, и я потом пришел на экзамен, и сижу один билет учу, ко мне все подходят, ну, а зачем ты учишь, там, у нас 50 с чем-то билетов, ты сейчас учишь что-то. И это отличники, там, разные, кто спрашивал. Я говорю, ну, у меня выпадет вот этот билет. На такие смысле, я говорю, ну, вот выпадет, я не знаю, как, он, я его вытащу. Вот, если хотите, я вам потом расскажу. Говорят, да, хорошо. Ну, все шутили так немного надо мной. Вот, и когда я зашел в кабинет, преподавательница разложила все билеты, ну, как бы, и я, получается, вытаскиваю из вот этой кучи разложенных билетов, и это тот билет, который я учил, и она меня спрашивает, какой билет? А я не могу ей сказать, у меня просто пересохло все, и я такой, ну, как бы, я знал, что как-то была надежда, вера. И тут этот билет, и я не мог поверить, как я его вытащила с 50 с чем-то билетов. То есть это нереально мне казалось. И она говорит, ну, вот, садись, пиши, и я сажусь через парту от нее. То есть перед ней парта, туда садились те, кто отвечает. Я сажусь, пишу этот билет, на лист А4 расписываю, и я смотрю, что к каждому, то есть вот я вытащил билет номер семь, и она к билету добавила еще один дополнительный вопрос. И так все билеты. То есть к каждому билету она добавилась от себя вопрос. И то, что я там читаю, я вообще вижу первый раз в жизни. То есть это словосочетание, я вообще не понимаю, откуда это слово, мы его точно не проходили, я не помню его. И я написал все, и я такой понимаю, ага. И сижу, молюсь опять Господь. Вот такие дела. Я не знаю ответа. Вот что будет, не знаю. И сижу просто, сижу, жду, когда она меня позовет. Не знаю, что делать. И кто-то из ребят, которые уже писали, не говорит, можно я? Она говорит, да, садитесь. И они садятся передо мной, начинают рассказывать билет, и я слышу это же слово, которое у меня записано. Я понимаю, это мой вопрос. Я просто под диктовку все пишу. То есть этот студент, мой одногруппник, как будто для меня диктует. И я просто сижу в шоке. И я не... То есть я сижу в шоке и просто успеваю только писать. Я все расписал. И пошел потом сдавать. И как я просил 4, я получил 4. Хотя я все идеально рассказал. Я не знаю, почему она 4 мне поставила. Вот. Но потом мои одногруппники спросили, Сава, а как так? Почему у тебя этот билет выпал? Я молился, просил Бога, чтобы он помог. Вот мне выпал этот билет. И хочу также помолиться вместе с вами. Если у вас есть какая-то проблема, нужда, я верю, что Иисус, Он слышит каждую нужду. И Он отвечающий Бог. Он Отец, который заботится о каждом. И давайте мы помолимся о вашей проблеме, о вашей нужде. Дорогой Иисус, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе, что Ты слышишь нас. Спасибо, что мы можем в простоте сердца приходить к Тебе, Господь. И мы молимся, Господь, прямо сейчас, что каждый, кто увидит, Господь, это видео, кто посмотрит, Он получит свой ответ. И Господь, Он будет просить помощи не у своих близких, не в банке, не еще где-то, Господь. А первое, кому, Господь, побегут, Господь, побегут к Тебе, Господь. Потому что у Тебя есть реки воды живой, Господь, у Тебя есть мудрость, Господь, у Тебя есть знания, у Тебя есть сверхъестественное понимание ситуации, Господь. И мы верим, Господь, что Ты слышащий Бог, Ты отвечающий Бог. И мы благодарим Тебя, Иисус, что Ты поможешь, Господь, в каждой нужде, Господь, в каждом прошении, Господь, в каждой молитве, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Благословляю каждого, Господь Иисус. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok